Сейчас мы находимся в районном Доме культуры. Сегодня тут пройдет концерт, посвященный прекрасной половине населения нашей планеты – женщинам. Сегодня в пищевике полный зал женщин. Им дарят цветы и поздравляют с праздником. Выступает Маньковский Дом культуры и артисты художественной самодеятельности поселка Чердково. Я так хочу обладать этой женщиной. Каждый концертный номер отражал суть праздника. Зрители хлопали, не переставая. Мария Андрилович поделилась своими впечатлениями. Хочется сказать спасибо каждому отдельному, сегодня выступавшему артисту, а также всем коллективам, которые приняли в организации проведение концерта. Большое удовольствие всем сегодня доставили. Большое спасибо. Эти два часа пролетели как одна минута. Было здорово, великолепно и весело. Зажигательные танцы, красивые песни, яркие эмоции – все это сегодня получили наши женщины. Сергей Думановский рассказал нам о подготовке к мероприятию. Концерты мы обычно готовимся с начала учебного года. Начинаем к разным концертам, разные песни по-разному. Сложные песни берутся. Заранее разучиваются репетиции за репетицией. На разном деле репетиции очень долго, бывает по три часа, сложно нарабатываем. Более простые песни меньше поем. А потом подгоняем концерты, уже отрабатываем, оттачиваем и уже представляем практически все на концерт. Мальковский Дом культуры планирует провести в ближайшее время огромное количество мероприятий. Мы ждем с нетерпением. 3 марта в районном Доме культуры прошла молодежная команда губернатора. Вначале специалист по молодежной политике Черковского района Капли Ирина Анатольевна вместе с арт-студией открыла Год молодежи. Специалист из Южного федерального университета Андрей Тупаев провел занятия на команды образования. Научил ребят правильно составлять проекты. Рассказал, как не бояться сцены. Ученики школ представили проекты на темы добровольчества, спорта, патриотизма и медиа. Каждому дали рекомендации по их улучшению. Александр Фрулов, ученик второй школы 10 класса. С детства очень яркий ребенок. Греко-римская борьба, музыкальная школа, танцы, все это он совмещает уже много лет. В школе является прилежным учеником и просто добрым парнем. Активно пропагандирует здоровый образ жизни и сам старается поддерживать свою физическую форму. Я начал заниматься борьбой в 6 классе. За это время я заработал очень много наград. У меня первый юношеский разряд. Я был на международных соревнованиях в Норвегии, где я занял третье место. Также я побывал в различных городах России. Саша владеет чутким слухом и любит музыку. Уже 7 лет он играет на фортепиано. Любимые композиторы – Моцарт и Бах. Каждый его день наполнен движением и яркими моментами. Моцарт и Бах. Продолжение следует...